Радио и Медиа для развития человека в 21 веке и после него. Я надеюсь, с нашими хорошими намерениями и хорошими пожеланиями мы сможем вернуть мир в правильное положение. Это специальный выпуск нашей программы, специальный выпуск, потому что я привела вам прекрасного гостя, как и всегда. И я надеюсь, что мы сможем посмотреть и внутрь, и посмотреть наружу, в мир внутри нас и мир, окружающий нас, с внешней стороны. Посмотрим, как мы создаем, как мы конструируем мир, в котором мы живем. Мы попытаемся найти эффективные и созидательные пути этого строительства, ведь так много происходит прямо сейчас в мире, что не выглядит отнюдь ни созидательным, ни эффективным. Все это потому, что не только не хватает созидательности, но еще и присутствует страх. Некоторые места внутри нас закрываются. Мы закрываем нашу сознательность, потому что мы перегружаемся всем, что происходит. Нам кажется, что это слишком. Поэтому мы прячемся в себя внутрь, где нам кажется более безопасно, откуда мы можем безопасно смотреть наружу. И мы делаем это, но при этом мы не позволяем питать нас, но не позволяем Земле, не позволяем Гайи защищать нас. Мы не получаем того, что нам нужно от жизни, от Земли, от наших ресурсов. И, я думаю, не вызовет удивления, что, когда наступает страх, приходит несчастье. Когда мы едим продукты, они не питают нас, не перевариваются. И те питательные элементы, которые мы поглощаем, не перевариваются, а уходят в остатки, в отложения. Тело не использует их, а удворяет их. И этими питательными элементами можно назвать также наши мысли. Они не идут самым эффективным путем из одного места в другое. То есть не выполняют основной своей функции. И чем больше так происходит, тем больше мы ищем информации за пределами нашего существа. И обычно мы находим только другие страхи или подтверждения наших страхов. Таким образом, образуется порочный круг. Мы смотрим в поисках информации новостные программы, читаем сайты, пытаемся узнать, что происходит, и вновь уменьшается наша сила, наши мысли, наша мощь. Итак, эта программа посвящена тому, чтобы восстановить нашу созидательность, нашу целенаправленность. «Ведь, как говорит Гайя, в нас есть места, которые обладают знанием и знают об этом знании». Итак, мы посвящаем нашу программу этому месту внутри и снаружи нас, чтобы мы могли перенаправить наши мысли. У меня очень много писем, в которых задают вопрос, что мы можем сделать для планеты, что мы можем сделать для себя. И мы сегодня поговорим об этом, что мы можем делать и что мы не можем сделать. Ведь это очень важно для нас именно в этот период. Я приглашу Гайю для вас сегодня и, как всегда, приглашаю вас участвовать в нашей передаче. Цель нашей передачи, нашего специального выпуска, посвященного нам самим, Земле, возвращению к центру наших мыслей и исследованию того, где мы находимся и куда нам идти. Сегодня у меня будет специальный гость, которого я чуть позже представлю. Я познакомилась с ним в ходе своих путешествий. Я очень много путешествую по разным странам и разным городам, и я очень высоко ценю то, что вы приходите на семинары и делитесь своими мыслями со мной. Я последние несколько лет путешествовала по миру, и это был, пожалуй, наилучший дар в моей жизни. Я говорю о том, что я провожу это время с вами. Я недавно была в Германии, я была там не в первый раз, и я встретила там уже не в первый раз прекрасного человека, певца, автора песен, музыканта, Клауса Маллана. И я представлю его вам сегодня не только потому, что он специальный гость, с которым мы будем говорить, но и потому, что его песни и его музыка во многом посвящены различным социальным вопросам, которые очень важны для человечества сейчас. И я с большим удовольствием получила от него песню, которую он написал специально для Гайи, для Земли. И он посвятил эту песню ей, и в следующих программах вы услышите эту песню в качестве заставки к нашему шоу. И вы также можете услышать ее на моем веб-сайте paperluis.com. Но сегодня вы услышите ее в первый раз. Это будет премьера песни, которую представит сам Клаус непосредственно. Сама песня была впервые написана на немецком языке, а затем, в качестве подарка мне, он перезаписал ее на английском языке, и появилась также идея в качестве будущих проектов записать эту песню и на других языках. Сейчас я хотела бы поприветствовать Клауса на программе «Решение для маленькой планеты». Привет, Клаус! Как у вас там в Германии сегодня? Привет, Пеппер! Я с огромным удовольствием слушаю вашу программу, и я рад участвовать в ней. Да, я была рада несколько недель назад повстречаться с вами, и теперь я рад, что вы в моей программе. Да, я тоже счастлив. Да, вы знаете, а я с огромным удовольствием всегда посещал ваши семинары. Что я могу сделать сегодня для вас? Я думаю, и для вас, и для Гайи, и для нас вы можете в первую очередь представиться в нашем шоу, которое является нашей связью с Землей, с Гайей, нашей связью с теми наиболее важными вещами, которые присутствуют в этот период. И я хотела бы также услышать в первую очередь вашу песню. Впервые я услышал ее на семинаре, который мы делали несколько лет назад. Итак, могли бы вы рассказать нам немного о вашей истории, о том, как появилась эта песня и другие песни? Хорошо, я попытаюсь. Мой английский не очень хорош, но я попробую. Я еще в молодости начал играть на гитаре и писать свои первые песни. И в течение пяти лет я пишу тексты, посвященные в том числе и Земле. И эту песню я написал на немецком языке. потом я встретил вас, и я услышал Гайю, и вы говорили о Земле и о ее песнях. И я написал текст для этой песни сначала на немецком, а затем понял, что могу и на английском попытаться ее спеть. мы перевели эту песню на английский язык. И, конечно, ее, может быть, трудно было переложить с немецкого на английский, но с помощью Гайи мы смогли это сделать. Сложность заключалась в том, что на немецком я не использовал слово «Земля», я использовал слово «Гайя», потому что это было синонимично. и я надеюсь, что эта песня понравится и вам, и понравится людям, и я надеюсь, что своими песнями я помогаю людям, помогаю им размышлять, помогаю им чувствовать и познать больше. Да, и расскажите еще и о другой музыке, которую вы создаете, потому что, насколько я знаю, она вся посвящена социальным изменениям, переменам и тем вопросам, которые очень важны для нас. Да, сейчас она будет на компакт-диске, я работаю в студии, мы записали уже несколько песен, и в августе или сентябре появится CD-альбом. Там будут песни, посвященные нашей душе, нашей земле, тому, куда мы идем, каким образом мы сможем дойти до места назначения. И в некоторых песнях я пытаюсь объяснить, что я чувствую, каким образом мы добираемся до нашего собственного созидаем и о том, что все это мышление не зацикливается только на человеке, и мы должны это понять. Да, 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 я понимаю вас. Извините, что я так плохо говорю по-английски, я давно не практиковался. Да, вы знаете, я могу писать песни на английском, но постоянно говорить это не мое. Эд, я сейчас прошу нашего продюсера Эда, пожалуйста, вы можете включить эту песню на английском, чтобы мы смогли послушать ее, затем мы продолжим. Хорошо. Хорошо. Гая, я тебя обращаю Гая, я тебя обращаю гаи, я обращаю Продолжение следует... 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 со всем миром. Это прекрасно. Большое-большое спасибо за ваше участие сегодня. Спасибо большое вам и тем людям, которые вас окружают. Большое спасибо. Чао. 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 А сейчас мы продолжим нашу программу, наш специальный выпуск, в котором мы будем исследовать то, что происходит в мире и вокруг него. И это будет наше личное исследование мира. Я думаю, смотря на мир, мы сейчас думаем, что мы можем сделать, где мы находимся, каким образом мы относимся к этому. И мы начинаем смотреть на разворачивание вот этих крупных событий в мире. И кажется, что это происходит с нами. Мы принадлежим больше к миру следствий, чем к миру причин. И, как я уже говорила раньше, мы смотрим новостные выпуски и думаем, что же произойдет дальше. И, конечно, важно обращать внимание на то, что происходит в мире. Но, тем не менее, мы как будто отступаем и считаем, что у нас нет силы в нашем мире, в наших делах, в том, как мы их делаем. И это делает нас немножко меньше, делает наш мир немного более отдаленным, отдаленным от нас, отделенным. И от этого мы чувствуем себя в меньшей безопасности. Я хотела бы начать с разговора о землетрясениях в Японии. Не знаю, многие из моих слушателей попадали в эпицентры сильных землетрясений. Я попадала в 1994 году в Южной Калифорнии. Я жила в полутора милях от эпицентра землетрясения, которое там случилось. И, по-моему, 6,8 балла властило землетрясение. И я действительно думаю, что это все уничтожит землю, уничтожит Калифорнию. И все те, кто жили в Калифорнии, я думаю, чувствовали себя примерно так же. И я думала, что будет именно так. Потому что раздался какой-то странный-странный звук. И до землетрясения, до того, как появились толчки, появилось какое-то странное чувство, разлитое в воздухе. Все было как будто слишком тихим, слишком спокойным. И те, кто принадлежат к животному царству, они знали о приближении землетрясения. И они вели себя по-другому. Например, собаки пытались убежать от хозяев. Или вели себя немного по-другому. Моя собака выбежала на середину улицы и стояла там, несмотря на приближающиеся машины. И его поведение было странным, как будто он пытался остановить что-то подходящее. Как будто он пытался остановить машины, идущие по улице. И я... Вы знаете, тогда ничего лучше не придумала, чем просто загнать собаку на задний двор. А в 4.30, точнее в 4.31, утром началось землетрясение. Меня вытряхнуло из кровати. Я выбежала из спальни на задний двор. И я буквально опустилась на колени, как будто я молилась. Во всяком случае, в позицию молящегося опустилась. И первое, что я сделала, я посмотрела в небо, я посмотрела на звезды и начала просить, просить кого угодно или что угодно, кто мог меня услышать, чтобы все это остановилось, чтобы этого не происходило. И взрывались силовые трансформаторы, выходили из строя электрические машины, раздавался странный шум в здании, которого обычно не происходит, и разбивались стекла, тряслись деревья и падали, открывались двери. И те звуки, которые вы обычно не слышите, или которые обычно не происходят вместе, наполнили весь воздух. И я усвоила в тот момент, что все это совершенно не похоже на фильмы о конце света или на фильмы-катастрофы, потому что все происходит мгновенно в реальности. Все, что показывает в фильмах, происходит немножко позже, а сначала вы чувствуете себя в какой-то странной альтернативной реальности. Представьте, что Земля под вами уже нестабильна, или молекулы в воздухе изменяют свой состав, меняются на что-то другое. Наши физические тела, наше сознание привыкли к одному миру, к одной реальности, одной личности, и они не знают, что делать в такие моменты. И в сущности происходит некое замораживание, или то, что выглядит как замораживание, потому что мы оказываемся в другом пространстве и пытаемся понять, как вести себя в новой реальности, которая формируется на наших глазах. И что происходило в момент землетрясения со мной и с другими, описывается именно такими словами. Мы стали чем-то другим в этот момент, потому что наша личность, все, что мы знаем о жизни, в этот момент не служило нам, не могло служить нам. Лучшее, что мы можем сделать, это познать такие вещи как можно быстрее, потому что у нас будет увеличение такой активности на планете. Возможно, вы еще не видите этого, но, тем не менее, в некоторых пророчествах, в некоторых научных предсказаниях это уже было спрогнозировано. И в некоторых духовных исследованиях также это было предсказано. И мы знаем все, что касается нашей человеческой природы, все, что ей свойственно. И мы должны помочь и себе, и другим обеспечить правильное реагирование на этот или на другой вид чрезвычайной ситуации. В Японии, как вы знаете, до землетрясения не было особой настороженности. Но даже если бы были оповещения, нужно все равно заранее знать, что вы можете сделать. Об этом мы также будем говорить в нашей сегодняшней беседе. О готовности к землетрясению. Но в первую очередь мы должны скорректировать нашу реальность, наши мысли к тому миру, в котором мы живем, и знать, что мы являемся частью всех мыслей, всех чувств, всей сознательности, которая есть у Гайи. Мы должны знать, что сейчас время ускоренных изменений, и мы должны как можно более заранее решить, что мы являемся частью этих перемен, частью сознания грядущих перемен, и мы можем реагировать максимально скорым образом на эту новую осознанность, для того, чтобы наши энергетические поля могли немного по-другому распределяться. Мы осознаем, что мы в нашей жизни с определенной целью, у нее есть значение, у нее есть знание, есть истинная информация, максимальное количество которых мы должны собрать для себя, и мы можем реагировать на потребности себя, на потребности нашей планеты, нашего сообщества, и когда вы начинаете действовать именно в таком духе, вы почувствуете некое руководство, которое ведет вас за собой, и вы уже не будете незнающими. Вы уже будете осознавать, как мы соотносимся с различными гранями и слоями жизни. Вы будете представлять, что вы не просто отдельный человек, который идет по поверхности Земли и который живет на ней. Вы поймете, что у вас есть различные аспекты, вы поймете опыт Земли, и весь этот опыт Земли может отличаться от того, что вы знали ранее. Перемены на Земле и землетрясения. Сейчас приходит время для них. Будет еще больше таких явлений. Мы уже говорили об этом ранее. И нам нужно знать, что мы можем сделать, что мы не можем сделать, на что мы способны. Например, я знаю, что существует множество людей и ассоциаций, которые собираются для того, чтобы предотвратить или остановить Землетрясение, которые грядут. И есть вполне хорошие основы и методы для этого, тем или иным способом, можно это сделать, но, тем не менее, нужно вести себя очень ответственно и осторожно. Представьте, что мы пытаемся остановить течение крови в вашей левой руке, потому что у вас есть какие-то причины на это. по меньшей мере. Если вы пытаетесь это сделать, если вы целенаправленно об этом задумались, то ваша рука анимеет, и тогда вы не сможете двигать ей, и она не будет служить вам. Это лишь небольшой пример. Таким образом, можно остановить поток чего бы то ни было. Итак, представьте, мы собрались вместе для того, чтобы остановить землетрясение, чтобы его не произошло. В сущности, мы останавливаем этот поток, препятствуем потоку энергии, и, возможно, мы даже делаем землетрясение менее сильным или перенаправляем этот поток энергии в другом направлении, однако этот поток энергии может проявиться в виде какой-то другой физической силы. мы действительно можем влиять и влияем на все на планете, на все, что является Гайей, однако мы должны действовать очень ответственно, мы не должны ухудшить что-то, и поэтому мы должны постоянно просвещаться и выравнивать себя с частотами Земли. одна из вещей, которые мы можем сделать, это ченнелинг каких-то из этих энергий через нас, через наши тела. Это легче всего сделать, и это лучше для нас и полезнее для нас, чем вы можете думать. если вы направляете энергию Земли через вас, вверх, через ваше тело, через вашу осознанность, вы почувствуете большую силу, что вы с большей силой связаны с Землей, вы более осознанно воспринимаете ваши чувства, вашу реакцию на стихии Земли и на действия земных царств. В принципе, я делаю именно это, когда занимаюсь ченнелингом Гайи. Я впускаю в себя что-то такое же сильное, как и землетрясение, и это проходит через меня, через центр моего тела, и я выпускаю это в мир через свой голос и через все, что я делаю. Возможно, вы видели, как я делаю ченнелинг на публике, и вы видите, что я часто двигаюсь, двигаюсь от одного, микрофона к другому, меня нельзя удержать в кресле или на подиуме, я двигаюсь, потому что во мне движется энергия, она не застаивается в моем теле, она выходит из меня, и я чувствую себя значительно здоровее, значительно активнее, когда я делаю это. И после ченнелинга я не чувствую усталости или истощенности, и вы тоже можете почувствовать себя именно так, потому что эта энергия живет, я даю ей цель, я даю ей жизнь, и позволяю ей проходить через меня. И если вы хотите работать с энергией землетрясений или других перемен на земле, найдите внутри себя то место, где находится ваш центр, очень безопасное место, очень сильное место, укорененное место, как у дерева. представьте себе толстые корни дерева, которые идут глубоко в землю, и начинайте через корни впитывать энергию в себя и затем направлять ее наружу, в каждую часть вашей жизни, ради оживления, которым питает земля. И это поможет планете. Это не обязательно остановит землетрясение, но это позволит земле управлять энергией, используя вас в качестве антенны, используя все и всех для своих собственных целей. Именно это мы можем сделать, мы можем работать с землей и позволить ей работать через нас и с нами. И мы можем посмотреть на жизнь другими глазами, буквально смотреть на землю другими глазами. Земля изменяет себя и хочет дальше изменять себя для того, чтобы показать нам различные истины, многообразие различных ресурсов и то, как их использовать. Если мы будем продолжать цепляться за старые идеи, наши старые истины, старые системы верований, это затруднит наше приспособление к новому, к грядущему. Гайя обещала нам и реализует для нас новые вещи на земле, новые ресурсы и новые методы их использования. Гайя не возражает, чтобы мы в то же время использовали сколько угодно нефти, сколько нам нужно, и питали все те системы, которые у нас есть, но в то же время мы должны признавать, что новое уже здесь, уже вокруг нас. И мы можем начать видеть другими глазами, и тогда появятся другие истины. И это произойдет практически немедленно, ведь наши глаза связаны с нервами, которые смогут увидеть реальность внутри нас, другие и глаза позволят нам увидеть другие реальности и другие реалии. Представьте, что, если вы позволите вашим глазам даже немного изменить фокус, вы уже увидите, что цвета приобретают другие аспекты, другие оттенки. Если вы рассмотрите ваши мысли другими глазами, мысли, касающиеся реальности, которые находятся перед вами, это реальность, и эти мысли начнут изменяться, они будут переходить в другие отделы мозга, мозг начнет нарабатывать новые связи внутри себя. Это очень простой пример, но, тем не менее, если вы начнете применять его к каким-то более крупным явлениям, вы начнете и видеть их по-другому, вы начнете видеть, что они по-другому формируются, вы увидите, как формируются новые возможности. Существуют более крупные истины о жизни на планете Земля, и мы начнем видеть эти истины. Есть также меньшие истины, которые изменяются, виды изменяются, и когда мы начнем жить по-новому, наша жизнь начнет переделываться именно так, как вы этого хотели. Помните также, что внутри вас есть место, которое обладает таким знанием и знает об этом знание. И когда мы начнем действовать именно так, мы начнем находить решения нашим проблемам. Мы можем не просто их исправить, а найти какое-то всеобъемлющее решение для нашей жизни. Это касается и внешних следствий нашей жизни и тех вещей, которые проявляют перед нами только свои завершающие аспекты, только следствия. Мы можем рассматривать и меньшие истины внутри нас и проявлять и выявлять их следствия, которые происходят во внешней жизни. Наша передача называется «Решение для маленькой планеты». Это маленькая планета, но у нее огромный потенциал, и мы выявляем, изучаем, исследуем и можем учить других тому, чему научились сами. Чем больше мы делаем для себя, тем больше мы делаем для других. И в этом заключается аспект нашей личной ответственности. Мы должны не только учиться, но и расти в этом направлении. Один из важнейших аспектов, которым нужно уделить внимание, это защита наших ресурсов. Некоторые ресурсы — это ресурсы внутренние, ваши мысли, ваша способность реагировать на жизнь, ваша способность создавать для себя, получать или направлять те вещи, которые изменяют вашу жизнь и жизнь других. Для того, чтобы защитить наши ресурсы, повысить их эффективность, нужно обратить внимание на наше благополучие и я призываю вас к этому. Именно этим я занимаюсь, когда я могу. У меня достаточно времени иногда бывает, когда я сижу в аэропорту, жду следующего рейса, чтобы поехать в новый город, и я выбираю кого-то из толпы и говорю, «Сегодня ваша очередь получить небольшую выгоду или небольшой дар от Земли». и я направляю энергию с Земли, которую я вам описала, и посылаю ее именно этому человеку. Это может звучать странно, может быть, для кого-то это покажется неприемлемым, но тем не менее я посылаю эту энергию человеку, которого я выбрала, и пытаюсь посмотреть, изменилось ли что-нибудь. Иногда мгновенно меняется их походка, и это чудесный результат, могу вам сказать. И вы можете сделать то же самое. Я хочу сейчас пригласить Гайю для того, чтобы она пообщалась с вами. Я хочу вам сказать, что у нас есть небольшие странности с пультом, который управляет нашим эфиром. Я знаю, что некоторым из вас приходится ждать ответа Гайи, и я сейчас займусь ченнелингом Гайи, и я попрошу нашего продюсера Эда, чтобы он управлял нашим пультом и позволял вам выходить в эфир. Итак, начинаем. Дайте мне секунду, и Гайя будет с вами. Итак, дорогие мои, один раз и всегда мое присутствие с вами, не потому, что меня призвал мой ченнелер, но просто потому, что я всегда с вами. Земля — это не только та основа, которая находится под вами, это что-то, что поддерживает вас. На самом деле, вы получаете поддержку, вы стоите на земле, не только потому, что ваши ноги привели вас в вертикальное положение, но и потому, что в земле есть сила, которая поддерживает человечество. Если вы интересовались наукой, вы знаете теорию, что когда-то человечество стало прямоходящим. Почему так произошло? Согласно этой теории, энергия Земли направляет эволюцию, она направляет движущий момент силы. И таким образом, Земля поддерживает человека энергией, которая находится под поверхностью Земли и всегда идет вверх. Таким же образом, как восходит Солнце на горизонте, эта энергия восходит из Земли и поддерживает вас и двигает вас вперед, поднимает вас. Эта же энергия сейчас направляет вас, активизирует вас и призывает к вам изнутри Земли. К сожалению, некоторые из этих аспектов Земли, эманации, ядра, также очень сильны, очень мощны, и когда приходит время для продвижения человеческой эволюции вместе с Землей, Земля часто, очень часто показывает нам перемены на Земле. Это часть естественной чистоты Земли. Представьте, что вы привязаны к креслу, или вам сказали, привяжите себя к креслу, и так пройдет ваша жизнь, необходима стабильность, чтобы вы поддерживали то, что возложено на вас. Но даже если вы бы захотели это сделать, вы обнаружили бы, что это фактически невозможно, потому что движение заложено в самом вашем существе, в вашей мысли, это движение, и поэтому ваше тело тоже движется, и движется синхронно, когда это возможно, с Землей. Поэтому Земля сейчас развивает свои энергии и эманации из ядра Земли движутся быстрее, с большей частотой, с большими изменениями направления. Они быстрее циркулируют по Земле. Они обходят по кругу всю Землю, и эта энергия прорывается там, где она находит место для себя, где она чувствует, что она должна это сделать, и она продолжит делать это. Поэтому вы заметите, что вы продолжаете существовать, и вы видите ускорение, ускорение землетрясений и других изменений, вызванных этим явлением, включая движение энергии внутрь и наружу. хранилища энергии высвобождают ее. Движется Земля, движется воздух, и так проявляются ураганы, движется вода, образуются воронки, движения морских течений, и вот эти движения энергии в некоторых приводят к провалам земной поверхности, а в некоторых к ее возвышениям. Когда энергия движется вверх, происходит землетрясение. Когда энергия движется вниз, изменяется направление и изменяется течение энергии, и происходит другой вид землетрясения. Иногда движется просто волна энергии без движения физической поверхности, но количество энергии достаточно для того, чтобы иногда некоторые популяции просто исчезали. Например, это касается птиц. Возможно, недавно вы замечали такие явления, которые затронули птиц и рыб. Это также схоже по природе с землетрясениями, но просто не двигалась физическая поверхность земли. Двигались потоки энергии, лучи энергии, которые исходят из земли. Затронуты были и океаны, затронута была морская жизнь, и это тем или иным способом, в той или иной форме, приводит к нагрузке на те, кто попадает в этот район. Например, рыба, которую добывают ради пропитания, она была затронута, она подверглась нагрузке. Также были затронуты дельфины, поскольку они также имеют большую важность для земли, которую, может быть, пока не видят. Эти популяции были затронуты изменениями. птицы, которые иногда слишком близко находятся к электрическим антеннам, сейчас это повсеместно происходит на Земле, в том числе к тем антеннам, которые поддерживают беспроводную технологию, к тем, которые усиливают электрические сигналы, которые привлекают и передают большие количества энергии из одного места в другое. Эта форма передачи энергии служит многим целям, но, тем не менее, это приводит к вымиранию определенных диких видов животных, и в сочетании с волнами энергии из Земли создалась ситуация, когда многие птицы просто начали падать с неба. Вы наверняка заметили это. Такие случаи затрагивают и другие популяции. Аналогичные энергии могут привести и к тому, что некоторые животные, реагирующие по-другому на изменения, начнут вести себя по-другому. Например, может случиться так, что животные, находящиеся в зоопарке или в заповедниках и привыкшие к окружающим их условиям, начинают вести себя по-другому вблизи этих волн энергии. Они начинают вести себя как в дикой природе. И это происходит потому, что проявляется их природа, независимо оттого, находятся они в контакте с человеком или нет. Также возможно, что даже домашние животные, кошки или собаки могут временно реагировать по-другому, чем они обычно реагируют. Все дело в волнах энергии, которые затрагивают вас, влияют на вас. Они влияют и на все остальное на планете, на каждую травинку, на все, что растет и выращивается в качестве ресурса. Например, недавно было отмечено, что повысился уровень радиации из-за событий в Японии. Измерения также проводились и на других электростанциях или в других районах, где повышена радиация, и уровни радиации были больше, чем обычно или в среднем. Почему? Потому что подобное притягивает подобное. Именно так все и происходит. Поэтому притягивание такой радиации приводит к повышению его уровня. энергия, особенно такого рода, очень быстро проходит по Земле и находит схожую с собой энергию. Вы можете заметить, что непорядок на одной атомной станции может привести к изменениям во всем мире, на всех атомных электростанциях. Подобное притягивает подобное. Если вода на одной из электростанций изменяет свой состав, этот сигнал проходит по всей планете и в качестве реакции на это изменяет состав воды на всех станциях и уровень ее радиации. Это касается и более мелких вещей. Даже мысли людей, которые находятся рядом с вами, могут влиять на вас и на ваши мысли и могут даже увлекать за собой. Молоко на одном континенте изменяет свой состав, становится неприемлемым для употребления и через мысли или через энергии изменяется состав молока на других континентах. и не нужно думать, ах, это происходит там, как хорошо, что этого не происходит здесь. можно сделать в связи с этим? Вновь, как мы говорили раньше и как говорил мой ченнелер, нужны новые идеи, новые мысли и нужно находиться скорее на стороне причин, чем на стороне следствий. Вы можете изменять потоки энергии, которые проходят в вашем направлении или через вас. Вы можете выступать в роли антенны, которая передает и наружу, и внутрь, и Земля может препровождать свою энергию через вас. Однако страхи, например, не позволяют энергии усиливаться. Они лишь притягивают к себе энергию, но не выпускают ее, и тогда энергия становится более плотной. Живая энергия или новая мысль может быть легче перенаправлена на благо повышения сознательности, осознанности. Я говорю вам, в вас существует огромный потенциал. Вы не только имеете действия, имейте дело со следствиями всего, что происходит на Земле и что она делает. Вы являетесь Землей, и вы можете двигаться внутри нее, по ней, как часть ее, стать одним из ее направлений. Земля живет прочувствована и осмысленна. У нее есть сознание. она не личность, у нее нет личных чувств. Наверное, вы заметили, что моя сознательность, которая общается с вами сейчас, очень милосердна, очень заботлива. Это не личный подход, это не личный подход к итогам чего бы то ни было. Эти чувства настроены на то, чтобы помогать вам, для того, чтобы преодолевать барьеры, для того, чтобы вы пользовались всеми теми ресурсами, которыми Земля предлагает пользоваться. Я вся представлена вам, и сейчас вы можете пообщаться со мной для того, чтобы задать вопросы. Посмотрим, какой следующий вопрос на повестке дня. к нам звонит Джейсон, он в эфире. Джейсон. Джейсон, вы здесь, начинайте. Гайя ждет вас. Привет, Гайя, спасибо, что приняли мой звонок. Пожалуйста. Мой вопрос заключается в следующем. Я теряю всякое желание, к сожалению, находиться на Земле, и это уже длится достаточно долгое время, и мне интересно, моя душа, есть ли у нее какое-то личное желание оставаться на этой Земле под этим Солнцем, потому что у меня в этом физическом воплощении этого желания нет. Но вы знаете, вы не сможете бросить эту Землю, оставить ее по личному желанию. Не так много значит, нашли вы конкретную цель для того, чтобы сделать что-то здесь или быть здесь. Вы уже здесь, потому что ваша душа направила вас сюда, и причем сделала это именно сейчас. Это важно для вашей души, и это важно для Земли. Однако у вас просто нет сейчас в данный момент личного отношения с вашим «Я». Вы смотрите на мир, вы смотрите наружу для того, чтобы то, что вас окружает, подтверждало вас, вашу необходимость, вашу нужность, вашу важность. И важность ваших дел. На самом деле, вы направлены сюда вашей душой. Земля очень высоко ценит ваше существование на ней, но на самом деле ей не так нужно, чтобы вы были на Земле в какой-то конкретный момент времени. Но именно вы, то, чем вы являетесь, нуждается в пребывании на этой Земле именно в это время для того, чтобы найти для себя значение жизни. Значение жизни и ее цели оправдывает само себя и подтверждает все, что вас окружает, привносит истину во все вещи. Вы стремитесь к открытии следующего момента, независимо от того, что он принесет. Я поощряю вас в этом, и я даю вам вводную информацию для этого. Но если вы думаете, что вам не так важно быть сейчас именно здесь, или вы теряете желание находиться здесь, я покажу вам, каким образом ваша душа будет чувствовать себя, если она не будет окружена ничем, если она не завершит эту жизнь, как она планировала. Вы знаете, если вы сейчас проживаете эту жизнь, то вы можете открыть для себя новую истину, новую мысль, новый фрагмент опыта. У вас есть возможность сконфигурировать настоящее, даже если у вас нет истины в полном объеме. Если каким бы то ни было образом вы выберете уход из этой реальности, независимо от той стратегии, которая у вас будет, будет ли это болезнь или недовольство, вы не познаете и не почувствуете ничего. До естественного завершения этой жизни, точнее, до того момента, на который он намечен, вы будете служить чему-то или кому-то, что останется в этой жизни, предназначение. Ведь вы не завершите свое предназначение. Видите, я говорю вам не что делать, а как делать. Это важно. Я хотел бы, чтобы вы благодарили каждый день, Бога или благодарили эту жизнь и говорили, «Я не знаю, зачем я здесь и что я делаю, но тем не менее, я делаю то, что могу, я предлагаю свою службу, себя, свои возможности тому, кто может их получить и принять с теми, с кем я делю свою жизнь и так далее. Возможно, это неполный ответ, но я полагаю, что это наиболее подходящий ответ для вас. И если вы позволите себе это сделать, то вы ответите на этот вопрос. Благодарю вас за вопрос и жду следующего. Гая, мне интересно, вы могли бы рассказать нам о следующем, я думаю, что все сейчас говорят о том, где произойдет следующее большое несчастье, и нам всем интересно, будет ли это в нашей стране, особенно это касается землетрясений. Очень хорошо. Да, несчастья, как вы их назвали, они придут и в вашу страну, потому что они движутся по всей планете. Существует множество разных прогнозов и предсказаний о том, что будет происходить, но я скажу вам, многие или большинство из них неправильны, потому что они... потому что карта Земли не вполне правильно понимается в этих предсказаниях. если бы мне нужно было сказать точно, где произойдут следующие землетрясения, то это бы не принесло вам пользы. Я скажу вам, что ваша страна не может эвакуировать целый город или не может предупредить своих жителей перед тем, как произойдет землетрясение, и не может помочь им даже после землетрясений. Поэтому важно, чтобы каждое сообщество ответственно относилось к себе, к другим, знало свой район и своих соседей, чтобы все семьи сохраняли контакт с членами своей семьи. Что же касается вашего вопроса, где произойдут эти катастрофы, возможно, что они произойдут в Аляске, затем энергия пойдет вниз по побережью, пройдет мимо побережья Вашингтона и Орегона, и затем возле Калифорнии произойдет что-то, я не могу сказать будет ли это возле побережья Калифорнии или под самой Калифорнией. В данный момент я могу сказать, что как минимум одно землетрясение, если не три или больше землетрясений произойдут в районе побережья. Это все зависит от вибраций самой Земли и от ее способности передвигать или высвобождать энергию. если бы мне нужно было сказать, где точно все это произойдет, это парализовало бы вашу энергию, потому что такая информация не может положительно влиять на происходящее, потому что один процент того населения, которое будет затронуто этим землетрясением, не сделает ничего, потому что все считают, все равно мы с этим ничего не могут сделать, или они считают, а, ну, когда оно придет, я куда-нибудь уеду. на самом деле, лишь один процент, который действует, или который по-настоящему задумывается, он может изменить ситуацию. Можно до некоторой степени предсказать землетрясение, но на самом деле это демобилизует людей, и гораздо важнее быть той самой антенной, которую я описала, и получать знания для себя, для того, чтобы быть способным реагировать на ваши мысли, на ваши идеи и на мысли, идеи тех, кто также ведет полезную деятельность. Сейчас земля очень активна. На ней есть такая своеобразная сетка, во всех узлах которой происходит активность. Если вы затронете эту сетку, эту паутину, то задвижется вся сетка. Таким образом действуют и эти активные точки. Сейчас земля активирована. Это означает, что она немного более активна, и что внутри она немного более является более жидкой, чем обычно. Однако все это идет на благо Земли, потому что если бы она была неподвижной, то тогда на континентах были бы еще большие катастрофы, потому что энергия не находила бы себе безопасного выхода, такого, как сейчас, относительно безопасного, конечно. я не буду говорить вам конкретной информации, где и что произойдет точно. Если появится цель для этого, тогда я, конечно, скажу, но пока я не хочу порождать слухи, а пока это приносит лишь личную выгоду тем, кто пытается предсказать нагрузку на других. спасибо. Привет. И? Извините, я не была уверена в эфире. Гайя, я слышала и хотела спросить вас, если вы действительно оставляете нас, если это так, будет ли это на благо всего человечества или всей вселенной, если человечество попросит вас остаться или каким-то образом заставит остаться. Вы куда-то едете? Нет. Почему нет? Почему нет? А вы? Я первой спросила. Ответьте на мой вопрос. Вы куда-то едете? Нет. Почему нет? До конца жизни нынешнего тела нет. Может быть, у вас есть какая-то цель в жизни? Потому что что-то внутри вас говорит вам, именно здесь я должна быть? Ну да. Возможно, вы тоже воздадите мне ту же честь с тем же предназначением. Куда пойдет Гайя? И зачем ей куда-то идти? Вы думаете, что Гайя просто твердит от его тела узнала через несколько миллиардов лет, что она устала от нынешнего тела? Я думаю, это будет немного грубо по отношению к Земле и к человечеству. Если я скажу, пожалуйста, я хотела бы уйти в другое небесное тело и там обустроить свой дом. Нет, дорогие мои. Знаете, сейчас очень много слухов, и многие даже с благими целями предлагают другим какие-то слова, которые не дают вам благополучия, не дают благополучия Земле. Земля не будет отказываться от себя или от чего-то другого. Это мое тело, это моя цель. И больше, чем всегда, Земля и Гайя намерены прожить следующее тысячелетие или несколько тысячелетий. И позвольте мне развеять этот слух и присоединитесь к этому. Желаю вам хорошего дня. Я могу это сделать. Благодарю вас. Просто было очень необычно слушать вас и услышать такой слух, ведь вы так глубоко описывали все сущее в ваших предыдущих сообщениях. И вы знаете, такие вести, они иногда вводят в замешательство. И я благодарю вас за прояснение. Да. Давайте возьмем человеческий мозг, представим его и поймем, что рядом с ним, в нем, буквально за углом есть божественная сущность. Вы можете прислушаться к этой божественной сущности, которая внутри вас, и это позволит вам углубить понимание. Доверяйте ей. Я постараюсь это сделать. Благодарю вас. Пожалуйста. Итак, следующий звонок. Привет, Гайя. Меня зовут Чил, мне 66 лет, и у меня потрясающая жизнь. я присутствовал во время землетрясения в одного же региона в земле, и я присутствовал во время наводнения в Нью-Хэмпшире в 76-м году, и я помню это на всю жизнь, и сейчас я уже могу учить других, и я думаю, что это моя общая цель на данном периоде времени, и я думаю, что мой ангел-хранитель ведет меня именно к этому, в моей жизни есть любовь, и я думаю, что это есть основная мотивация в моей жизни, я думаю, что каждый может милосердно относиться к другим, делиться тем, что у него есть, и если мы будем делиться всем, что у нас есть, то тогда жизнь ставит... жизнь будет немного лучше, и я хотел бы услышать вашу реакцию на то, что я изложил. Да, я думаю, что ваши слова вы можете использовать на службу другим. Вы сказали, что вы хотите быть учителем, а что, чему вы будете учить других? Вы знаете, сейчас я начинаю работать с коренными народами Северной Америки, ну и по всему миру тоже, и пытаюсь изменить и компенсировать те ужасные вещи, которые человечество сделало в отношении этих народов, в отношении Земли, Гаи, и я думаю, что этим народам нужны определенные полномочия, определенные права для того, чтобы исправить то, что было сделано, и мы должны понять все вместе, в чем заключается наша миссия, и таким образом только вместе мы можем исцелять, в том числе исцелять Землю. Очень хорошо. Может быть, вы можете добавить к вашему сигналу еще и то, что человечество в сущности имеет благословение Земли в каждый момент. Я дам вам задачу, которая противоположна тому, что вы сказали. Я говорила о милосердии и о благословении. Человечество, которое имеет мысли и чувства по отношению к Земле, нацеленное на следующий ресурс, на следующий эволюционный цикл. Именно с этим благословением каждый живет в своем сердце, и таким образом жизнь становится вечной, более божественной и более созидательной. Земля хорошо воспринимает человечество. Она не воспринимает укоры со стороны человечества и считает человечество невинным во всех аспектах. Я снимаю все сомнения о любом ущербе, который человечество могло принести Земле, независимо от того, какой это представитель человечества, независимо от того, какой это ущерб. Земля любит человечество безусловно. Это не означает, что я говорю вот это правильно, вот это неправильно, но в следующий раз исправьтесь. Это означает, что нет никакого осуждения. это означает, что человечество стремится к осознанности, и это стоит того. Представьте себе, какой была бы жизнь на Земле, если бы каждый знал это и помогал этому. Она была бы безвредной и безымянной практически для всего. Вы думаете, что это породило бы больше возможностей достичь сознания, осознанности, большей созидательности, позволило лучше бы видеть, правильно это шаг или неправильно. Видите, я абсолютно объективна и беспристрастна в своем милосердии, но человечество может выбирать, кем ему быть и как ему себя вести. Я не заставляю человечество вести себя так или иначе ради Земли. Я поддерживаю его ради его существования, ради великого блага. Я поддерживаю саморазвитие, самопризнание, самооткрытие. Это независимо от того, с кем приходится иметь дело с целой страной или с одним человеком. И я поддерживаю мысли во всех направлениях. Вы будете учить этому от моего имени? Я попытаюсь. Да, возможно, это не соответствует вашим верованиям, потому что вы не верите действительно в то, что человечество безвредно и невинно. Я призываю вас просто к отсутствию осуждения. Вы знаете, существует так много борьбы на земле, а я стремлюсь к миру. Да, вы хотите большего мира на земле. Вы хотите этого? Продолжайте. Знаете, когда человечество поймет, что оно не виновато в тех войнах, которые оно совершало, тогда не будет больше войн. Видите, вы можете подумать, что вы можете немножко улучшить ситуацию для других, если вы будете учить их немного лучше, а можете делать, как я, любить глубоко, истинно, безусловно. Вы можете знать, без сомнений, как я, что все на земле, независимо от их текущего положения, все изменяется, все двигается, не обязательно к лучшему, а к более великому, к великой человеческой природе. Если бы я не воспринимала человечество таким образом, я уверяю вас, человечество истребило бы себя давным-давно. Тем не менее, его потенциал и его цели велики. Это открытие, в том числе открытие себя. Поэтому я беспристрастно и милосердно бесконечно подхожу к человечеству. Именно в этом заключается Гайя. Благодарю вас за вопрос. Спасибо. Желаю любви, Гайя. Меня зовут Кири. Я хочу задать вопрос. Я чувствую, что у меня не ладится что-то в жизни, некоторые проблемы со здоровьем не позволяют мне двигаться в том направлении, о котором я размышляю, и к людям, с которым я связана, и эти барьеры достаточно сильны. Могли бы вы поделиться своими мыслями по этому поводу? Каким образом можно этому помочь? А чего вы хотите? Ваш вопрос очень неконкретен. Что вы хотите достичь? Вы хотите чувствовать себя лучше, чем вы хотите быть в вашей жизни? Я хотела бы исправить свое здоровье для того, чтобы я могла работать и помогать людям. Я занимаюсь на частной основе лечением, но сейчас я не могу поддерживать ту активность, которую я поддерживала раньше из-за проблем со здоровьем, но я хотела бы продолжить эту работу, я хотела бы работать с людьми, но я не уверена по поводу того, как это можно преодолеть, каким образом исправить себя. Знаете, вы просто не позволяете проявиться вашей жизненной силе, вашим истинным желаниям, вашей истинной реальности. Все в вашей жизни наталкивается на вопросы «могу ли я? Хочу ли я? Сделаю ли я? Или делала ли я?» И это становится ограничивающими мыслями. Ваше тело застаивается. Единственная трудность в вашем теле заключается в том, что оно становится инфильтрованным, пронизанным токсинами. Эти токсины приведены вашими собственными мыслями. вы считаете, что что-то вас ограничивает или что-то невозможно. Видите, то, что вы воспринимаете как ограничение, затрудняет ваше дыхание, и таким образом содержание кислорода в вашем теле уменьшается, и ваши клетки недостаточно насыщены кислородом. Они не дышат в полную силу. Они не могут проявлять свою полную созидательность. Пожалуйста, используйте возможности вашей жизни. Играйте с вашей жизнью, и вы можете выиграть. Выигрыш будет на вашей стороне. Вы увидите, что та или иная мера работает на вашу пользу. Видите, существует много учителей, существует много руководств, но они далеки от вас. Они не могут затронуть вас, если вы сами не можете затронуть себя. Поэтому затроньте свою жизнь, прикоснитесь к ней, воспользуйтесь возможностью для того, чтобы понять, что это было правильно, лишь потому, что вы решили, что так будет правильно. Чем больше вы ждете того, что произойдет дальше, тем хуже вы будете себя чувствовать, тем меньше жизненной силы будет в вашем теле. В этот момент, в то время, которое отведено нам. Это максимум того, что я могу вам предложить. Спасибо. Спасибо большое, Гая. И. И, поезда, это все, что у нас есть сейчас. Очень хорошо. В этот момент, в несколько моментов, которые нам остаются, я попрошу вас посмотреть на свою жизнь, посмотреть на Землю и признать ваше место в ней. Вы не просто занимаете место. Вы не просто стоите на небольшом участке сетки земной коры. В сущности, всякая мысль, всякое чувство, которое у вас есть, жизнеспособное, они ткут в саму ткань жизни. Может ли Земля выжить без вас? Да, конечно. Она может выжить без вас и без других, но тогда эта ткань будет не такой красочной и яркой, не такой прочной и не такой активной. Сама нить жизни так или иначе может подвергнуться угрозе. Особенно из-за вас, особенно из-за того, как вы выстроены, как вы себя ведете, эта жизнь развивается, она активна, у нее есть возможность, есть потенциал и есть будущее, есть созидательность. Сейчас время, когда вы начнете видеть, видеть жизнь, ее преобразование, как преобразуются мысли. То, что вы видите сейчас, в связи с вами, это та энергия, которая уже израсходована. Почему бы не начать чувствовать новое? Понемногу. Однако оно же очевидно. Ваши физические глаза могут не показывать вам то, что на самом деле происходит. Поэтому я поощряю вас в усилиях, в попытках увидеть другими глазами, как мы говорили раньше, услышать звук изнутри, а не какофонию шума снаружи. Посмотрите, что происходит снаружи, ведь оно иногда завершает себя, а иногда потребляет себя. Помните, раньше мы говорили о войнах. Войны просто потребляют себя, они пожирают себя. Это как огонь, который выгорает сам по себе. Мир еще не устал от войн, но уже устает от них. Вскоре он уже не сможет тратить свою молодежь на полях войны, потому что ему нужны будут люди. Люди будут нужны для поддержки ресурсов, для поддержки всего мира. Мир не будет рассматривать людей как что-то дополнительное, что можно экспортировать туда или сюда. Эти сумасшедшие игры прекратятся, и вы увидите вскоре, что земля в достаточной степени устанет от войн, и она уже не будет давать ресурсы для оружия, вооружений, ресурсы тем людям, которые могут использовать их для войны. И в тех странах, у тех людей, которые желают воевать, уже не будет такой влиятельности. И в этой связи, я говорю вам, на горизонте новая надежда. Посмотрите, посмотрите на нее, посмотрите в лицо войны, и вспомните, как выглядит это лицо, чтобы не вернуться к нему, чтобы в следующий раз узнать его и больше не пустить к себе, чтобы позволить себе расти дальше, и чтобы не позволить расти военным настроениям. В наших будущих беседах мы рассмотрим земные ресурсы, одним из которых является человечество, и будем опираться на них, на пользу вам, на пользу миру. Сейчас я попрошу, чтобы вы почувствовали вашу активность, вашу важность, важность ваших действий, ваших дел. Если вы потребляете мысли других, продолжайте делать это, но так, чтобы это вас поддерживало, вас информировало, вас. Делайте это так, чтобы это инициировало какие-то перемены внутри вас. Не просто смотрите и ждите, какие перемены принесут вам другие люди. Если вы посещаете семинар, посетите тот семинар, который вдохновляет вас на действия и мысли. Сейчас не время сидеть и ждать, что же произойдет. Я желаю вам хорошего дня. Итак, это вновь Пеппер. Я хочу поприветствовать все, кто участвовал в программе. Я знаю, что мы можем поговорить еще о многом другом, о том, что происходит по всему миру, и мы поговорим об этом. Мы будем говорить об этом по возможности в каждой программе. Будем говорить о переменах на Земле. Будем говорить о мировой экономике, о тех условиях, в которых она находится, обо всем, что мы знаем, чего мы хотим, что нам нужно, обо всех переменах, которые происходят в мире. Мы также затронем другие решения. У нас есть решения, мы можем их исследовать, мы можем применять их. И мы попытаемся понять, как это сделать. Иногда это будет не вполне удобно и не вполне комфортно. Иногда будут какие-то вещи, которые нам неизвестны или нелегкие для нас. Мир состоит из различных сил природы. Существует первичная сила, воспринимаемая нами как исходящая сила, и сразу за ней, немедленно за ней, есть сила, которая противостоит ей. Если вы хотите внести изменения, будут силы, которые будут противостоять. Если вы говорите, «У меня прекрасная идея», вы сразу же услышите, как кто-то говорит, «Нет, она не сработает. Я могу сказать, почему эта идея не хороша». Вы можете выдвинуть оригинальную идею, которая может работать на других, но вы можете найти и третий путь, третью истину, которая продвинет вас вперед. Третья сила, которая также является силой природы, это нейтральность, нейтралитет. Иногда это очень созидательная, хотя и тихая, спокойная сила. Возможно, она не так активно выглядит, как те силы, которые говорят нам, «Делай это» или «Не делай того». Третья сила, это тихая сила. Она нейтрализует две другие силы. И мы так привыкли к светлому и темному, хорошему и плохому, что мы не можем даже себе представить нейтралитет как что-то хорошее. Нам кажется, что этого недостаточно. Но нейтральность, именно в нейтральности мы находим нашу свободную волю. Нейтральная мысль — это новый путь, это неизведанная территория, это то, что мы можем использовать для того, чтобы сделать что-то или стать чем-то другим. Именно поэтому медитация помогает размышлению, помогает спокойно проведенное время, помогает нам отрешиться от обычных мыслей. Именно так работает третья нейтральная и природная сила. И мы также поразмышляем об этом и посвятим этому программу. Я надеюсь, что я приведу вам других гостей, которые поддержат нас и предложат нам решения, которые мы сможем просмотреть и применить в своей жизни. И до тех пор, пока я не присоединюсь к вам снова, я также попрошу вас размышлять над решениями для планеты. Будьте решениями для планеты. Не нужно находить заплатки. Можно найти более высокую истину, которая позволит жить и сегодня и завтра и, возможно, уже начинает делать это. Я с вами, вы моя семья, мое сообщество, вы мой мир. И все, что Гайя показала мне за почти 20 лет работы, сводится к одному. Мы едины. Истина находится для одного во всех и для всех в одном. И все мы имеем значение. Все мы важны и значительны. Спасибо большое за то, что были сегодня со мной. Я с нетерпением жду следующей программы. Вы можете также найти меня на моем веб-сайте paperluis.com. Вы можете найти меня в фейсбуке. Вы можете написать мне там. Я регулярно проверяю эту страницу и я помещаю регулярные объявления о следующих сеансах Гайи. Очень скоро у меня будут специальные проекты и специальные мероприятия. и я оповещу вас о них, как только это станет возможным. Если вы не подписаны на мои рассылки, вы можете найти их на сайте paperluis.com. Спасибо, что были со мной. До следующего раза. Пока. Редактор субтитров А.Семкин